Субтитры сделал DimaTorzok 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 ну тут гадал книга а ну тут понятно до кого пародия блять я думаю дайте то само чувство когда думал что многие уже забыли про него максимум паре шуточек блять это кто-то дайте будет добавлять но нет сука его вспомнили блять и жир не учат ссылка на но и до анти маскота доминос пицца типа мерзкий мелкий пакостник что ненавидел пиццу от доминос и чтобы вы думали до из мерзкий мелкий пакостник что ненавидит пиццу полная но было добавить больше молока какой-то наскачил сюда приятнее было бы а почему ты смотришь так помимо этой отсылки мне в нем нравится его артистичность и маскотность то есть он некая знаменитость на заднем плане и здание имени нойза за ним летает оператор и снимает вошел как достать пицца елла как удобно что на там диван есть на который можно упасть не говоря уже блядском надувном шаре а еще у него есть женская версия но из это что как по мне может считаться за мини-маус здешнего мира фейк пипина я обожаю концепт этого персонажа типа это очевидно и всем известный троп злой двойник главного героя но ёперная пиццерия как же это обставлено а так что он буквально еще пошло ранее пиццы это пиздец какой-то дешевая копия пипина бутлек с алика за всем этим конечно же стоит темный лор мол во времена когда пипина воевал на войне его генетический материал похищен и использован в тайных лабораториях врага дабы создать его клонов не уступающих ему по силе и скорости однако враг проиграл раньше чем довел дело до конца его спустя много-много лет при возведении башни пиццы эти клоны были найдены и возвращены к жизни уродливые и неполноценные но так яра желающие быть как оригинал и готовить пиццу ладно да пиздец страшно блять вот это вот ладно это чудо еще миленько ну да чумазенькая мерзенькая но мило а вот это моя цена это бесчеловечная хуйня стоящая блять детского час 70 рублей сыром на вкус как пластилин из чертовой канцелярии с колбасой такой же по вкусу как кошачий корм не знаете откуда даже даже не спрашивать откуда я знаю когда в кубе на вкус кошачий корм но серьезно он реально такой на вкус и отвратительным соусом это вот без шуток я когда последний раз ты купицу пробовал я ну короче говоря что и ресторан она классно вот это тягури вот просто сделаю намек после этого фраза пони шью той вот оказалась правдивый очень пони что и вот поможет это отсылка на металл слаг 3 кто и узнает ну и финальные скорее на этот слаг ты босс пицца фэйс он же пицца лиц вообще когда его увидел прочитал его имя такой черепашки ельц 2012 года второй сезон эпизод так и называется пицца фэйс с летающими говорящими пиццами во главе с пицца лицем уж не знаю отсылка или нет но сходство на лицо буквально а на деле это всего лишь машина внутри которой сидит истинный главгад пицца хэд то бишь башка пиццы ну или глава пиццы нет челик в рабочем комбезе с головой ломтиком пиццы вероятнее всего тут подразумевается отсылка на финального босса марио ворлда баузер в клоунской машине которого точно также надо забивать ударом вверх помогать нам противостоять всему этому сброду будут наши верные товарищи густаво друг детства и почетный марио этого мира и имею ввиду вы только взгляните на него что и что самое смешное сюжетная линия густаво проработано лучше чем сюжет игры на заднем плане хаб ворлде вы то и дело будете наблюдать как он сначала гоняется за крысы затем сражается с крысой далее примеряется с крысой а потом и вовсе становится играбельным вместе с крысой крысу кстати зовут кирпич это все что нужно знать о сюжете этой игры это заебись театр абсурда имени тупых мультсериалов по видеоигра в 90-х это первое что привлекает внимание к игре и таки стиль ранних пк игр с пейнтовой в кавычках графикой но при этом прокачанный анимациями и гротеском капхед от мира пиксель-арта я бы даже сказал вы буквально управляете мультиком прям как капхеде гипертрофированной анимации пипина столь же гипертрофированной анимации врагов окружение и боссов чуваки не поленились и сделали телевизор с рожами главного героя его помощника под все случаи жизни ну или о май это чё такое было сейчас а чуваки не поленились и сделали телевизор с рожами главного героя его помощника под все случаи я понимаю что это дюкнуки но еще и послужить серия сцена короче говоря я пришел сюда чтобы набить жопу и пожевать жвачки и как видите жвачку мне кончилось жизни ну или геймплейной ситуации зачем просто так чтобы игрока развлекать и напоминать какой безбашный мультик он играет этого никто не просил никто настолько плохо в игру не играет но за каждые 10 20 30 раз что вы ударите пипина на телевизоре будет появляться новая уникальная анимация и так вплоть до сотки тут есть энерд густаво плюс ко всему прочему каждый уровень начинается уникального интер арта показывающего краткий синопсис эпизода ну или уровня как раз таки опять как старых и не очень мультфильмов добавляя плюс 10 очков к атмосфере закостыливание мое почтение заниматься и в самой игре впрочем можно и все 110 очков лепить то как пипина разгоняется того как врезается бьет падает делает укус 87 конечно ты чего это это само собой разумеешься примеру просто уйма что мне проще перечислить стопом было корова чуть на жопу что это была ссылка на червяка джима особо яркие визуальные находки врезавшиеся мне в память больше всего это конечно же все стадии бега пипина особенно максимальная скорость человеческое тело а в особенности лицо так не может каждый раз когда я это вижу хочется также сделать прикольно да конечно бегает жаль ни хера не реалистично люди так не умеют я только сейчас заметила что у него соленовые фигурочки опа да кстати на на вео это статуи пепермена из которых пипина выдавливает шедевры искусства это приближение гигантского шара но из-за реально я арну от тяжей доности от самой ситуации драка пипина и нойзи серьезные ставки и тут все это в миг становится мелочным перед лицом гигантского шара пока я обожаю детей я поедаю детей но мы же дети это все что связано с карепатой фэйк пипина это это мне изменяющийся задний план то какой сам по себе неестественные просто бутлеговский фейк с этими пародиями на анимации оригинала с этими таунтами отсылками на соника ну и вишенкой на торте огромный ужасающий погони это видео пиздец нарисован она до боли убедительно чтобы от нее на полной скорости это конечно же все что связано с уровнем аниматроников боже тут столько всего как они в начале уровня на сцене а затем их там нет как они сначала пребывает в неактивном состоянии а при активации начинают за вами гнаться и конечно круто игра про пиццерийного чувака победила фнаф ну и финальная находка это локация финальной битвы верхушка башни дождь и пиццерия пипина на заднем плане олицетворяющие собой объект за который вы боретесь данной битве шикарно боретесь вы за свою пиццерию прочим весьма необычно в чем суть значит есть такая серия игры про варрио злого двойника подражателя марио так вот я не воду игру не больше когда как проблема этих боссов в том что типа тебе нужно кажется очень муторно и противно все просто вы можете ходить прыгать ползти и бить в яичку но это все фигня ведь только при нажатии на условную кнопку ускорения начинают происходить чудеса потому что пипи на мать его спагетти в заднице на силе своего неконтролируемого гнева разгоняется мамами я пиццерия до скорости звука в режиме бега пипина становится ультимативным оружием смерти пепперони он может бегать по стенам подкатываться сжиматься в пол и взлетать до потолка аки ракета земля но видно что еще элементы метроида взятые особенно этот вот спейс джамп пицца а также сносить металлические блоки чисто своим ельником настолько он быстро на столь ну может и холодильнике может патолические блоки но факт есть факт сносины охуенно кожу не пиздатый нос на этой картинке он слабим лучшая фан игра про зоника за последние пять лет и в этом все привезли но факту я но если без шуток то вот кто вообще мог ожидать что вот этот дать ват игра по сонику а потом узнаешь и историю такой ёб твою мать дайте берет как сумасшедший снося все на своем пути и выжимая дури из врагов не менее эффектным способом тут самое главное поймать день и оси задает ощущать яда порой судя по его рассказу видом и успевать реагировать на препятствия врагов пепина хоть и бегает как тварь но от врезания не застрахован пепина хоть и сшибает все на своем пути но вот враги с вилочкой но все-таки стоит отметить что пепина небеззащитен против атак врагов и может спокойных отражать с помощью таунтов ну или насмешек выполняющих в игре роль то тоже самую роль что и телевизор то повеселить игрока с мышными анимациями с отсылками ну вот чтоб парировать естественно надо четко попадать в тайминг этого мне соник француз не пригодятся вам с этим порой по барочке есть он ты на босс битвах одна краша другой пеппермен самый базовый босс простыми тайным атаками но я дали хотя бы потом помыли его и приготовили надеюсь вы помыли и приготовились очень вкусная я очень это надеюсь по не лишен фирменного безумия игры с этим его изменением направления своего бега ведь желаете в основном стреляет издалека и прячется за картонными вырезками а во второй фазе отрубает свет устраивает театр теней а на кон да это конкретно так подбешивает из-за каши на экране с летающими коровами но из самое близкое что есть в игре в плане честной битвы между равными персонажами как раз таки здесь появляется механика с бросанием предметов босса чтобы сбить ему паттерн и нанести урон да 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 сумочки дадение за сумка на второй фазе кидают больше бомб и усложняется все тупицу не жалко если это было все таки пицца от красный сын китай сколько хочешь подлавливая вас на свои надувные копии фейк пипин интересный босс для того чтобы нанести ему урон необходимо до этого два раза его ударить да и к тому же между фазами где он уязвим он спавнит кучу своих неуязвимых клонов что повторяет атаку сделанную оригиналом в кавычках до этого на второй фазе его паттерны сливаются с неуязвимыми клонами а после нее нужно успеть сбежать по длинному темному коридору или гейм овер проходить снова на вам это не грозит погоня по нерфе ли спим спокойно пиццы лиц и финальный и самый комплексный босс в игре в первой фазе бесконечно спавнит врагов которыми такая точно отсылка как это блядь отсылка не считать это это слишком чтобы сделать его неуязвим чтобы сделать его уязвимы основная сложность в том что с каждым полученным уродом он начинает с вами все более опасных врагов в огромном количестве из-за чего теме уже по ходу крыши дети за все не спал и потому что это копаточи мексиканский укусить меня за така пчела шутся так он становится тяжелее ориентироваться на арене вторая фаза опять фаза с пистолетом большей части он бегает по углам арены расстреливать тебя говном разной степени сложности примечательным тем что кидается телевизорами с пеппина в третьей фазе он спавнит рефайты и прежде чем игрок успеет завопить от недовольства вопит от недовольства сам пеппина и начинает 3 годом двойной силой один из лучших моментов в истории видеоигр когда ощущение игрока и персонажа в игре полностью взаимны когда очередь доходит до виджиланте на арене не визуально еще были так хуенно вот и минимум просто уважух автором за анимацию это блять я думаю создатели районной стимки постапо просто скажет я снимаю нахуй шляпу серьезно это слишком круто густава которого без зазрения совести можно кидать в боссов за это мы его и любим финальный 4 4 пытается бить тебя ну сильно телеграфируемыми атаками особой сложности не представляет и вот казалось бы вы освоились в этом балагане уметь и бег и слэмить и то и сё но тут игра подливает вам соуса в тесто в виде дополнительных костюмов и способностей что нехило так разбавлять геймплей вносит разнообразие уже немножко кастлива не я так понимаю довольно это способности делу карт мухтума превращаться пеппина побывает и рыцарем и призраком и в сумму пизу с коробкой обратиться ты не свозь рук став пицца монстром на пальму первенство среди костюмов держит мордзе чикин вот смотрите вы со стороны ну курица и курицу а не за и стоп это что это морковь и что ли блять умеет клевать умеет прыгать оказывается ну кида и ризет всем привет с вами нуки и риза и а это мордзе чикин бля просто он похож мужчин на морковь серия тиров с курочками эта игра на playstation 1 вышедшая в 2000 году разработана она была выходцами сеге создавшим свою студию под названием and now games эта игра стала второй и к сожалению последний за его карьеру в качестве блять не знаю почему на этой сетке блять и кубиков у меня воспоминания как-то называть игра бабси 3d блять независимого разработчика но хей его игры хотя бы издавали крэйви юбисофт сюжет игры повествует о телезвезде курица морде который живет в мире где как ни странно основное население является курицами но все изменилось когда народ кубов из параллельного мира развязал войну а причиной войны стало то что правитель кубов перепутал снопой сенову куриц с похищенными согражданами и в ответ похитил цыплятку куриц датащики в колодец что являл курицу куриц вы как раз укурились потому что они знаете хорошая идея сделаем миску полигональных курчик главные враги буквально сука квадраты зачем заморачиваться ну просто реально кубы что там делают полигоны какие-то зачем во все все готово с порталом в их мир посему морд героически отправляется по пятам инопланетных захватчиков чтобы спасти украденных цыплят геймплей на это был простой платформер где основной целью игрока был поиск цыплят на открытых уровнях и отведение их обратно в колодцу попутно убивая кубообразных врагов своим гребешком в целях самозащиты ближайшая с чем можно сравнить эту игру это sonic 3d blast только с танковым управлением и трясущейся камерой и мир царил на планете земля и никто знать не знал об этой игре пока в 2018 году игра не стала мемом благодаря обзору nitro red и мем перешел в темное и страшное место комьюнити сервер пицца тавара где мсбик предложил получить права на использование морда главного героя игры и все также них у я себе то есть ладно бы это просто отсылка будущий права пытался добыть на своем сервере он советовался по поводу формулировок с предложением покупки айпи однако покупка не состоялась права на морда благодаря в грамотной формулировке текста были получены бесплатно изначально морд планировать и блять успеха вот повырал по типу ёши из марио ворлда но эту идею быстро откинули далее из него попытались сделать босса второго мира но эту идею также пустили под нож в итоге мы получили превращение на уровне веселая ферма также как и в оригинальной игре морд появляется из колодца дабы сесть на голову пепина и начать тащить его по уровню во время превращения у нас есть двойной прыжок и атака к ребешком который пробивает электрические картофельные что раскиданы по уровню как азарды а также цепляться за специальные крюки к тому же в одном из секретов есть отсылка на главного злодея из оригинальной игры генерала кубикла но вместо обычной разноцветной текстуры на нем дополнительно есть рисунок в виде морда этим мне нравится рандомности безумность этой игры ты буквально не можешь знать что тебя ожидает на следующем уровне за следующим поворотом а там бачок густава и кирпич за которого тоже можно поиграть но суть уровней при этом не меняется вы заходи да уж бля я помню вспомню что мне еще не отчасти напоминает меня стиль как как-то игра называлась эти а ты грязных гномов эта игра которая еще была на сатурн по моему ли на дарим касте ебнутая хреба тоже такой чокнутый эпичный пиздец 90 на него вызволяете из клеток топинги то бишь начинку для пиццы то бишь малюток из реймана то бишь медали из анлишта нужно они вам как раз так же сильно как и в игре про свиного оборотня ведь за них дают кэш без которого вы не сможете заплатить некому мистеру стейку который в свою очередь за ваше скромное пожертвование откроет босса без победы над коим вас не пустят на следующие немножко не такая система было там по моему нужно было ключики собирать типа собрал там четыре ключа на 4 не попал в боссу вот на фон тоже был пушистик не просто другой вспомнилась хрен который не пускает вас дальше пока вы не принесете какие-то пленые вещи там драгоценности ну короче блять я вспомнил спайра я смогу ебучего спайр этого мерзкого гадкого медведя с мешком блять мешок все ногу надел блять тоже и вы не пройдете игру звучит она конечно страшно и муторно но на деле большая часть топингов просто ожидает вас по стандартному пути уровня и лишь в редких случаях они запрятаны в дополнительных слож секретных путях ну или же мини-челленджах как-то гонка уровне в принципе изобилует разнообразием различных механики ситуаций то вам надо сыграть в гольф и закидывать шар то вы становитесь привидением в простыне и летайте во всех направлениях тает лед необходимо обезвреживать бомбу на время ну или так пустяк то вас это лучший уровень в игре формула меняется вверх дном повсюду расставлены враги со зрением если вы им попадете то не пробудет аниматроника что погонится за вами как заправском хорроре чувство опасности неожиданный стелс возможность убивать врагов что вот-вот запалит вас интересное использование аниматроника с окружением и конечно же пушка экранизация той самой шутки фнаф с дробовиком пушка который вы отстреливаете всех этих тварей о чем постоянно шутили в лучшие годы в топа без подобный уровень а вы должны топинги на нем собирать я напоминаю вот вы их собрали доходите до конца левела а там джон колонна вы его сносите добро изнести башню пиццы и начинается активируется таймер пиццу и вам срочном порядке необходимо валить с уровня пока пицца лица не проснулся а как с него свалить правильно так же как и пришли через парадный вход в начале уровня и каждый левел пройдя его до конца и таймер опять же тоже ну а часть этот побег из метроида уже традиционный черт подери вся колонна вы должны езжить на полной скорости обратно назад самое начало с ограниченным временем мари тоже такой был еще на время а понятненько да что ж такое у нас еще эти мемы про копипару начали появляться постоянно зря вы мне доверили огнестрельное оружие и простите ребята шуток больше не будет я теперь максимально здоров спейте тупиться лица и проснется полетит сквозь все препятствия и отгрызет вам отгрызет будьте добры проходить уровень заново все само начало звучит как лютая душниловка проходить уровень что потом идти назад и все это на время если не успеешь то все заново но вся прелесть кроется кто бы мог подумать в музыке в енной музыке вся музыка в игре по пицце headphones все кажется зеки надо было открывать этот я не знаю сбор на кикстартере на наушники это пипиновские и вообще мерч по пицца тайму удобно визуал а подобный сюжет я не могу выделить какого-то четкого стиля вы думаете что он поставили ambient а тут раз и подрубается гитара вы думаете что одолеете пипинов гляделки на начальном экране по большей части саундтрек пропитан эдакой электронностью слышны миди-гитары синтезаторы ну и обилие сэмплов по надерганы со всей планеты и обсасывать музыку можно до бесконечности так что я выделю треки что полюбились мне больше всего отлично нации что полюбились мне больше всего треки что полюбились мне больше всего начинка для пицца что полюбился и тут сразу придут тушнивы которые скажут что типа песен ананас это это приступаем про человечество и ребята если ананасы хорошие то есть свежие они консервированы сладкие которые притранные как жопа по рисхе не за хилтон то без проблем тесно вообще пробовали реально писа просто по том что у меня кущей что люди даже не пробовали пицца ананасом она вкусно черт поделим вкусно и вы меня не переубедите все я все сказал эта мелодия но обязана была заиграть где нибудь в игре пицца tower и она заиграла обучение то самое уничтожить что-то там ну или spider-man 2 тема пиццы очень нравится то как легко она звучит как спокойно отчего и становится по родному уютно следующий трек можно услышать при приближении к джону колонии суку клавчу она моментально задает напряжение вы знаете что стоит вам его сбить как активируется таймер и лучший способ это подчеркнуть ставит зловещая мбин да блять сука пицца фнаф кот в сапогах сумочки если без шуток вот по эмбиенту это это прям как вот эти я понял что это похуй а терминатор это блять терминатор 2 ёп вашу бать это реально чертов 2 терминатор ну конечно без русского фнаф я знаю я смотрел я смотрел не смотрел частенько когда опять под конец 3 пошел по пизде тема босс битвы с пепперменом то что влюбило меня в саундтрек этой игры это первый босс вроде бы должен быть легким но звучит такой драйвовый зажигательный трек что познать и сэмплы с чертовый нес начинает затягивать в пляс и пропускать атаки гигантского перца обожаю момент когда трек разыграют и звучит это и пошла гитарка и пошла жара а почему нет батя кроп здесь батя кроп здесь черт поделить обожаете сукин сына это слишком эпично тема уровня фермы марта я обожаю тупые мелоди я обожаю под не вставлять тупые клипы вы меня не становить а где мой мой любимый где мой любимый опять этот мужик страшный с клыками да где мой мужик со страшными клыками который хлопает я хрюк а 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 ну слава богу что просто котя а не день я не осуждаю день уходить это тема босс битвы с нойзом с а как же соник сиди хочется как же она пропитана соник сиди все что угодно можно говорить про ту игру на саундтрек там был бомбически и причем 2 саундтрека мать его хе-хе-хе-хе-хе хе-хе мэтл соник и эггман честно до сих пор скажу так я я разрываюсь блять в одной простой вещи эггман метал соник и сердас или наверное все равно блять разрываюсь в одном блять какой суток пизжи американский японский это же понимали господа композиторы перенят добрую половину сэмплов из старта спидбэя делая битву с мультяшным маскотом в мультяшных декорациях запредельно эпичный и от чего-то личной будто но из это какой-то вечный соперник пепина главный враг все его жизни ну честно отлично подошел дайте садик сиди по погоню от эггмана за типичную финальную погоню от кунти эггмана огромном роботе ок макарек даже не это меня больше всего удивило а сэмпл смеха вы не знаете откуда этот смех ну кит эксперт во всем что связано с этой игрой не знает откуда этот смех а я знаю дайте послушать что-то знакомое а он из моего самого любимого мультфильма на хэллоуин под названием приключения икобода и мистер тодо легенда сонной ващины о это прекрасная история еще не знаешь про это историю сонной ващины эта история про учителя икобода которая крайна который приехал в небольшой городок сонной ващины оказалось там есть легенда про всадника без головы который по ночам убивает людей которые там проходят типа закончилось тем что учитель ты всегда пропал это смех в садник без головы садник без головы из моего любимого мульта здесь здесь в качестве сэмпла для битвы с нойзом это не игра я ее обожаю тема уровня пеппи бот факторе как раз таки с робоверсиями пеппи на звуки завода темами прям реально металлик медленность это лургов ничего больше не скажу ну короче да это и ну тела айронмэн из 90-х на пиздат и на вторая тема 1 к это число скучная лучше это наша раша про главу завода который еще причем описывается цветом своих подтяжек только поярче и он то любит делать с галустианом тема пицца тайма да я не могу больше терпеть это пушка именно благодаря ней вас не дужат все эти моменты с возвращением в начало уровня ведь данный трек заряжает вас такой дозой мотивации сделать это и там что-то как можно скорее что даже описывать нет смысла просто вне слушай а а а а а а а а а и а а а а и подождите это тоже так это что-то бежит такой вот А хули бы вы два одинаковых видео вставили, блядь? О, Жаке! Человек-ум! Кстати, мы сегодня, когда гуляли по магазину... Обоев, да. Не обоев, а магазину всяких строительных штук. Да, переезду готовились. Да. Там, короче, на стенке одного из магазинов висела картина то есть там просто обычный обои, подсветочка и жакей просто именно вот этот жакей, блядь. Да, да, да. Покина Феникса. Вот этот трек хочется бежать! Ну что-то ускорее, то сделать это быстро, 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 даже этот текст я сейчас пишу быстро, 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 быстро! Скорей, это подгоняй, вас еще сильней, 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 сильней! Какой же этот трек быстре очень! все сумка ебанулся 10 нового а этого дайте пожалуйста просто пиццы под конец дайте поживать вкусные вкусные пиццы нет мне суждено быть этим сумасшедшим пиццей итальян мэдом еще мне больше всего нравится мотив пицца тайма присутствует в большинстве треков игры он звучит при победе над боссом он звучит при финальном побеге из башни да это фронтиры он звучит при битве с фейк пипина к нему то я и хотел подвести как же я обожаю все стрёмные неправильные в этом боссе это что на нем играет искаженная версия пицца тайма которая так и называется хотя бы забавный создать губа отраженная зеркально написано было пицца тайм дикий снесоед в диких условиях кормить он надо будет ну естественно тема финального босса смешно а в то же время чуть-чуть грустно но не вся а только третья фаза первая звучит как третья но не так эпично вторая звучит как один большой рекламный ролик который нам и шапили на глобус не спорю звучит круто но все таки третья звучит как самая эпичная битва всей вашей жизни вы чувствуете адреналин через эту музыку вы ощущаете все злость и ярость пепина передающийся вам в наушники и колонки и начинаете разносить басов одного за другим с тем же драйвом рвением и гневом что и сам пепина спагетти с этой памяти сатуре вата спасибо огромное за столько прекрасных игр и и и и и вы поняла напишу так вот скажу так я уже могу сам трек поставить минимум на 8 с половиной минимум это реально пиздейши звучит потом пойти поиграть во-первых во-вторых просто послушать сундтрек хотели бы хотя бы на репите где бы в наушниках на улице можете реально после той буквы 30 вы пицца time вот реально будут бегать по улице как ебан и что я не верил ни хрена что пройдет обус они первая фаза 2 и куча рифайтов но когда я услышал трек я так им проник я одолел всю эту шайку лейку в этот момент я стал пепель на спагетти в этот момент я отстоял честь своего ресторана пока же без что-то игра боже домой она превратила меня в итальянца после такого финала сказать какое сильное заявление больше ничего все перед вами все на ваших глазах и ваших ушах эта игра сочится безуми безумием коим вы проникаете с ног до головы и не в состоянии оторваться вы хотите перепроходить уровне чтобы добить лучший ранг из возможных вы хотите перепроходить уровне чтобы заходить на второй круг прохождение уровней проходить его слова вы хотите проходить уровне чтобы искать в них секреты а их там просто дохрена вы хотите проходить боссов без одного удара потому что их паттерны становятся понятными а вам хочется показать сухости для какая поза или а еще вы хотите поесть пиццы. Так что с вами был Сумочкин. Приятного аппетита и помните. Бабарь. Спасибо. Бабарь. Пиццу жрет? Пиццу жрет? Нет, не жрет. А я жру в какими пипино в спагатте. Сука, я себе на монитор наплевал. Сука. Мамма миа, пиццерия. А, стя, да. The new Superman figure. Мистер бест. Мистер бест. Надеюсь, там ничего не разбилось. Пицца хуй с ней. Пицца заслуживает этого из-за ее качества. А так надеюсь, ничего не разбилось. Приклеились усы. Усы, дайса. Да пиццу лицей. Блядь. 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 Само там доставщика пиццы не было. Он такой увидел бы, бы сказал, все в пизду. Блядь. Заносим черный список. Мне страшно, блядь. А то вдруг этот пиццедейщик еще меня, блядь. Блядь. Страшно. Не, смотри, пиздатый. И взлетает в мусорку. Там тебе и место. Know your fucking place. Трэш. Прямо в мусорку. Надышался пиццей, блядь. Ну, камон, хедшот же. Так, сцена после титров. Ну, давайте сцена после титров. Че там? Часть вторая. Тридцать три. Ёб вашу мать. Это ж получается уже там потрачиться. Это уже на два часа, блядь. Это... А если дальше он продолжит? Ребятушки, такими темпами, то... Отдельный стрим будет, блядь, по этому ролику. Да. Ёб вашу мать. Пиздец. Короче, ребята, это пиздец. Это охуенно. Я аж сам захотел, блядь, поиграть. Я ее скачаю себе. Я ее пройду. Может быть, не на сто процентов. Но хотя бы просто проникнусь. Почувствую. Весит безумный вайп. Музыку послушаю просто. Потому что, серьезно, саундтрек уже реально на 8,5 из 10. Это уже звучит охуенно. Потому что я люблю вот такое сочетание видеоинструментов, сэмпов из старых консолей, типа Сеги или Нес. Из-за чего, отчасти, я и полюбил саундтрек Дельторуны и Андертейла. И, блядь, это реально круто. Блядь, просто сочетание реально пиздец. Это получается, что? Вариолэнд, Метроид Ваня, еще немножко Соника. И все это приправлено всем этим безумием. Я просто в ахе от того, насколько во многом уже шикарно это выглядит. Я реально хочу это попробовать. Сумочкин купил меня с потрохами. Поэтому я насажусь этой вкуснейшей пиццей. Обязательно поддержите сумку. Даже не просто поддержите, а закидайте огромным количеством лайков, подписок. И, конечно же, я посмотрю, блядь, я, блядь, посмотрю, чтобы вы обязательно пришли и поставили кучу комментариев, чтобы поддержать оригинальный обзор. Оригинальный обзор заслуживает хуеву, тучу, клевых, шикарных просмотров и актива. Поэтому, ребят, поддержите сумку за его труды, за его шикарный обзор. Респект и лайк. Не забывайте про колокольчик, чтобы не упустить новые реакции с виду. Лайк или дизлайк на вкус и цвет. И спокойной тебе ночи, мой дружок-пирожок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова